Привет-привет, друзья! С вами я, Эдскрайбер, и сегодня обзор одного из самых популярнейших телефонов компании Honor. Лайтовая версия 9 Honor. Очень красивая, стильная стеклянная крышечка сзади спельки, все по красоте. Получилось ли подрезать фишки флагмана и оставить самое нужное в light версии? Давайте с вами разбираться. Вначале распаковка. Как мы уже привыкли, Honor нас радует красивой бирюзовой коробочкой. В ней сам телефон, стекло в подарок, с не очень хорошим олеофобным покрытием. Вот такая оригинальная скрепочка, прозрачный чехол с пластиковым силиконовым напылением, шнур microUSB, USB и зарядка на 5 вольт 2 ампера. Также еще добавили переходничок для розетки. Ну вот такая комплектация. Далее характеристики. Начнем с экрана. Здесь нестандартная диагональ дисплея, которая составляет 5,65 дюйма. Full HD Plus разрешение 427 ppi. IPS-матрица соотношением сторон 18 к 9. В общем, полный набор, полный фарш и экран, хочу сразу сказать, очень хороший, мне очень понравился. Но обратите внимание, нижняя часть экрана почти всегда отводится для виртуальных кнопок. Ее нет разве что только в играх. Чтобы адаптировать видео, например, в YouTube под соотношение сторон этого телефона, нужно просто расширить экран и вначале, когда заходишь в YouTube, это предлагается сделать. Модули связи. LTE есть в третьем бенде, других бендов почему-то не присутствует. Bluetooth 4.2, Wi-Fi, GPS, NFC. Друзья, в китайской версии этого телефона, но по сути, на Алиэкспрессе его заказ нет. NFC здесь нет. И это самое большое расстройство. Я был убежден, что он здесь есть, но его здесь нет. В общем, об этом немного попозже, дальше в обзоре. Операционная система Android 8 на собственной оболочке EMUI 8. Все необходимые обновления на данный момент есть. Камера здесь аж 4 штуки. Два сдвоенных модуля. А Honor 9 Lite решили использовать уже проверенную схему, когда в двойном модуле одна камера отвечает за непосредственное создание снимка, а вторая играет в вспомогательную роль для эффекта Bokeh. Видео снимает Full HD разрешение. Конечно же, слово Lite в названии присутствует не просто так. Если по внешнему виду и некоторым другим показателям смартфон способен тягаться с флагманами, то в плане железа, конечно же, это не работает. А работает аппарат на 8-ядерном процессоре Kirin 659 с тактовой частотой 2,36 ГГц на пару с графическим ускорителем Mali-T830 MP2. Это, конечно же, не топ-уровень, но и, честно говоря, нормально. Я играл в игры, и дальше в обзоре вы посмотрите. Играет нормально, можно играться. В нашем экземпляре смартфона было установлено 3 ГБ оперативной памяти и внутренний накопитель на 32 ГБ. Можно установить карточку до 256 ГБ, карточку microSD. В новом Antutu он набирает 88 тысяч баллов. Очень достойный результат для этого аппарата. Есть мини-джек и вход microUSB. Слот под сим-карты. Он комбинированный. Здесь либо две наносимки, либо одна наносимка и одна microSD. Звук. В наушниках и динамиках средний, но хотелось бы отметить, что в наушниках все-таки этот звук гораздо выше среднего. Сканер отпечатков пальцев. Работает отлично, быстро. Не самый шустрый сканер отпечатков пальцев, но работает без нареканий. Батарея. Вдали от розетки Honor 9 Lite чувствует себя неплохо, но без особой уверенности. На борту мы имеем 3000 мАч и довольно большой IPS-экран с хорошим разрешением. Но учтем, что ситуацию сглаживает не самое прожорливое железо и оптимизированное EMUI 8, позволяющее смартфону работать чуть дольше при некоторых сценариях использования. Конкуренты этого телефона Huawei P Smart. Ценник. На данный момент около 190 долларов или же 15500 рублей. Возможно, понижение цены. Плюсы и минусы этого телефона. Первый плюс – это хороший экран. Второй – красивый современный дизайн. Третий – это хороший и постоянно обновляющийся операционка. Из минусов, друзья, я бы отметил отсутствие NFC в версии на Алиэкспрессе. Короче, об этом опять-таки дальше. К внешнему виду. Здесь стекло как спереди, так и сзади и пластиковая рамка по бокам. То, что здесь пластиковая рамка, это, конечно, минус, но все-таки телефон как бы бюджетный. В целом, если не знать, какая именно эта модель телефона, то ее легко можно спутать с более дорогим аппаратом от компании Honor или же других представителей. Качество сборки, внешний вид, тактильные ощущения, идеальные гладкие края – все это сохранено Honor 9 Lite и традиционно все на высоком уровне. Здесь от Honor большое спасибо. Все сделали правильно, как нужно. Эргономика. Одна из фишек смартфона – это уменьшенные рамки справа и слева, а также сверху и снизу. Это, конечно же, новый формат 18-9, позволил вместить в себя типичный смартфон с 5,2-дюймовым экраном, целых аж 5,65 дюймовым. Экран Honor 9 Lite поставили качественный IPS-экран с разрешением Full HD+. Ключевая особенность дисплея – максимальный комфорт для глаз. Экран демонстрирует естественную цветопередачу, без какой-либо кислоты. Дизайн оболочки EMUI – отличная оболочка. Здесь продуманы различные шрифты, фишки. В целом, концепция данного дизайна очень мне понравилась. Мне даже где-то сдалека это напомнило Samsung Experience. Камера. Если мы возьмем тестер для линз и увеличим, то увидим, что детализация камера не очень сильна. А четвертый ряд уже очень плохо виден и сама контрастность тоже страдает. Пойдем немного от центра в сторону и мы видим, что здесь тоже дела не лучшим образом обстоят. Далее тот же тестер для линз. Также фотография сделана немного ближе. При хорошем освещении видно, в принципе, детализация, но опять-таки деталей не хватает. Мы говорим о том, что пятый ряд здесь вообще абсолютно не виден, но и четвертый ряд тоже. Поэтому в плане детализации у этого телефона не все хорошо. Далее обратите на фотографию снимок снега. Такого, да, много мелких деталей в тени. Видно, что детализация такая не очень, а вот на светлых участках, ну, так неплохо сделано. На улице было достаточно светло, поэтому с ним получился отлично. Вначале обратите внимание, вот здесь шумы. Это не грязь, это шумы. А вот в центре, смотрите, в центре уже отличная проработка, детализация и неплохо справляется телефон. Далее снимок при хорошем домашнем освещении. Очень хороший черный цвет, проработанный без различных шумов. И сейчас давайте посмотрим пример видео с основной камеры. Друзья, пишем сейчас на основную камеру. В Full HD разрешении, в максимальном разрешении для этой камеры. Чтобы немножко могли посмотреть, как она записывает и, соответственно, как она записывает звук. Далее селфи-камера. Итак, селфи-камера в режиме без бьюти. Мы видим, что отличная детализация, хорошая. Видно мелкие детали, хорошо проработано. И в целом даже вот эти волосочки, да, очень хорошо видны. Но в бьюти-режиме видно, что я, конечно, помолодел. Это очень приятно. Но обратите внимание, телефон начинает мылить и детализация напрочь пропадает. Поэтому, если вы хотите делать бьюти-режим, то это сглаживание, но отсутствие деталей. Если без бьюти-режима, то тогда четкая детализация. Итак, давайте посмотрим пример видео с селфи-камеры. Итак, это видео на фронтальную камеру. Друзья, что хотел сказать по поводу этого телефона. Я вообще не удовлетворен одним моментом, одним фактом. Это просто выбило мне немножко. Я заказывал телефон, но я думал, что здесь есть NFC. Китайцы прислали, здесь нет NFC. Это самое главное большое расстройство лично для меня. Потому что для меня этот фактор очень важный и очень показательный. Вот здесь этого нет. И поэтому это самая большая претензия к этому телефону. Сейчас мы снимаем, кстати, на селфи-камеру тоже, чтобы вы оценили приблизительно, как снимает и в каком качестве она снимает. И если, друзья, вы будете заказывать у китайцев, то обратите внимание на этот момент. То есть, если вы где-то у официалов покупаете, то без проблем. Будет NFC, там будут все прелести. Но у китайцев или же вот именно в этом магазине так, но или же во всех остальных. Я не знаю, я не нашел подтверждающей информации. Но, во всяком случае, вот такие дела, друзья. Такое расстройство. Поэтому вот немного такой негативчик. Но, друзья, с вами был я, Эдскрабер. Подписывайтесь обязательно на этот канал. Ставьте лайки. Любой абсолютно комментарий оставляйте, какой вам только придумается в голову. Подписывайтесь на этот канал. Жмите на колокольчик. Делайте репост этого видео. В общем, ну максимально. И вы мне поможете. Спасибо вам большое за это. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok